всем привет я хочу вам сегодня рассказать как же начать клубничный бизнес и что нужно для этого все материалы какие посещать сайты где заказывать ингредиенты самое первое что нужно для начала этого бизнеса это огромное желание желание творить огромное возможности фантазии не знаю как сказать и время потому что заказы появляются не за неделю а заказы вот появляются тебе может человек написать мне нужен через час букет и если ты не можешь ты отказываешь и этот человек может больше просто к тебе не обратиться он найдет того кто тебе сразу это все изготовит и будет работать с ним поэтому отказывать в нашем в нашей сфере не желательно людям вот вообще как начать с нуля я вам даже от своего опыта не расскажу потому что я начинала уже готовый бизнес то есть я даже не думала что я буду этим заниматься мне просто подруга которая этим занималась сказала будешь надо я сказала что ну давай попробую и она отдала мне все ингредиенты и всю упаковку ну много чего я домой привезла наверное пакетов 5 огромных всего вот этого ну как она мне рассказывала начинала она на 8 марта ну ближе наверное к 8 марта где был завал полный хоть и только открыла на группу инстаграм что купила шоколад купила всякие упаковки она у меня флорист у нее уже была дома упаковка все вот эти кондитерские ингредиенты ей было легче начать я когда приезжала с екатеринбурга я большинство оставила там девочки которая передала свой бизнес сюда тольятти я перевезла она на коробку и в ней было ну самое такое то что я не нашла бы здесь поначалу ну может быть даже и нашла но не сразу хотя и не сразу начала этим заниматься самое такое в общем начинала можно сказать с нуля уже здесь и сам инстаграм я начинала мы приехали в июле сюда двадцатого года а инстаграм я начала вести наверное феврале месяце и где-то в мае девочка начала продвижение у меня его писать посты продвигать по всякому мы запустили конкурс уже к самому открытию у нас было открытие такое сетевое вот но этот бизнес требует очень больших вложений даже очень вот думаешь ты там сдашь заказ и пойдешь что-нибудь купить для материал какой-нибудь ты приходишь даже за той же упаковка у тебя там осталось тысячи заказа ты еще потратишь две-три потому что тебе это надо это надо также в кондитерских потому что нормальный шоколад в нормальном количестве стоит от 2000 хороший шоколад если ты не будешь использовать глазу дешевую как это используют большие сетевые вот клубничные как сказать вот кто занимается клубникой уже прям вот франшизами они большинство работают на глазури на дешевой глазури я надеюсь они не посмотрят и не убьют меня вот ну и первое то что понадобится это клубника клубнику можно найти на базах овощных но это сезон с середины февраля до сентября октября месяца потом вы там их не найдете ее просто не возят летом можно ее найти в лариках овощных вот на базах торгуют бабушки но они торгуют не своей также клубника из огорода они торгуют также покупные с базы расфасовывают и говорят что стоя на базах клубника приходит с армении греции египта у египта очень вкусная сладкая в греции тоже сладкая армения она нормально приходит где-то в июне месяце она уже спелая а вот что касается от 8 марта я покупаю когда ящиками большими клубнику то стараюсь брать египет или грецию в принципе она там только она и есть второе то что вам понадобится это шоколад я шоколад покупаю в больших тасовках вот такой барри калибалт бельгийский шоколад он очень вкусный у него вкус карамели какой-то такой и такой же белый шоколад даже закрытом пакете запах чувствуется очень вкусный шоколад по составу ничего плохого по крайней мере нет вот какао масло сухое цельное молоко и сахар и ваниль никакого там пальмового масла нету что можно найти в обычном шоколаде вот даже у меня есть глазурь для букв шоколад когда делаешь тут вот сахар заменитель масла сухая молочная сыворотка ванилин сливки лецитин ну то есть не для клубники я как-то пробовала клубники делать он конечно застывает очень быстро но он твердый он вкусит вот как дешевые например яйца эти типа киндеров они же тоже из глазури не из шоколада вот такой не очень приятный шоколад а мой больше похож на киндер который бельгия я их топлю в таких чашечках раньше топила в бокалах от мартини а потом вот увидела очень удобно сразу много натопить здесь вот этого хватит на три набора по 16 штук средней клубники то есть потом надо будет заливать еще вот розовый уже окрашенный и о красителях красители я выбираю вот такие гелевые или жирорастворимые красители они не окрашивают язык зубы губы когда вот ты работаешь ну ешь когда заказчик ест у меня клубники вот он не окрашивает такие вот у них получаются насыщенные цвета и вот такие тоже у них также срок годности есть год 36 месяцев вот хорошая фирма они хоть и вроде как водорастворимые потому что присутствует вода но она у меня шоколад хорошо окрашивает с кредо я не пробовала водорастворимые гелевые не хочу пробовать сухими натуральными красителями цвет не получается он окрашивает но такой бледный цвет и кусками он идет краситель так что не советую брать сухие красители также еще понадобятся различные шпажки маленькие для наборов а вот такие длинные 30 сантиметров идут для букетов больше их не бывает меньше не подойдут для нормального букета если маленькие я сушу вот в таких кружках обычных кружках стаканов то большой нужно стеклянная какая-нибудь посуда банка не подойдет у нее узкое горлышко там нужно какую-нибудь вазу желательно какую-нибудь вот не знаю с большим таким горлом широким чтобы у вас поместилось больше и в публичке нельзя вместе соприкасательные прилипнутый от одной что-нибудь отдерется к другой обязательно также вам понадобится скотч скотч использую и тонкий и толстый толстый для сбора букетов тонкие я приматываю упаковку можно приматывать бечевкой лентой но я сначала сделаю скотчем так намного удобнее для наборов нужны вот такие вот штучки типа розеточки забыла как они называются они тоже есть разных размеров есть еще больше для вот как раз на 8 марта в ящиках будет вот такая клубника что она сюда не по месяца у нее еще будет большой слой шоколада и есть совсем маленькие они для зимней клубники которую я покупаю в окей или перекрестке ленте там также приходит и армения и литва и иногда привозят грецию она конечно не такая прям сладкая сильно но она не трава и и есть можно и самый главный момент не бойтесь ковыряться в этой клубники когда вы ее покупаете вот если вы ее покупаете в том же перекрестке не бойтесь открываете смотрите я мне вот как-то уже уже привычно я просто открываю соседней и перекладываю себе свежую мне несколько раз подходили спрашивали типа что ну говорили что так нельзя делать я не ну ладно я не возьму у вас она просто сдохнет а я хоть куплю одну мне нужен свежий товар какая разница что я местами поменяю что будет вот и когда вы ходите закупаете на рынках особенно вот больших количествах тоже не бойтесь вам можно поднять каждый лоток там в ящике 9 лоточков с клубникой по 500 грамм там потому что ящик три с половиной килограмма не бойтесь его поднимать пересматривать потому что продавцы могут вам просто гнилые снизу подкладывать сверху всегда красиво а вот снизу бывают протуши но даже если весь ящик перебрать из 3 килограмм 500 грамм ну по-любому будет него непригодны клубники для изготовления заказов можете сами съесть можно ее заморозить я еще готовлю всякие десерты поэтому у меня вся плохая кривая клубника найдет заморозку я ее мою да и кстати обязательно мойте клубнику особенно мойте клубнику которую покупаете на базах потому что она в песке в пыли непонятно в чем еще вам нужно создать будет instagram свой не берите картинки с интернета не берите тяжие фотки потому что я вот например листала лету и в своем городе увидела что кто-то пользуется моими работами я конечно сразу написала я не стала там пожаловаться на этот я написала типа не используйте чужие работы но они по-любому зашли на мой этот и увидели что это они у меня взяли я доделаю ошибки на некоторых работах у меня нету моей эмблемы мне иногда некогда она отфоткала и отдала этот набор или букет на букет я всегда клею вот на набор и не всегда и бывают детальные у меня фото это на них тоже никак не могу сделать надо снова дянуть знак сделать для этого создайте вот такие вот это наклейки вам нужно создать свой логотип найдите какого-нибудь профессионала который вот этим занимается вот они хорошо у меня и на букеты и на наборы такой средний размерчик есть большие для больших букетов или коробок которые шляпные коробки также для вот шляпных коробок вам понадобится пиафлор это флористическая губка и прозрачная упаковка вам по любому нужно будет потому что вы будете упаковывать букеты уже финале когда вы доставляете и передаете клиенту обязательно в прозрачной упаковке без упаковки нельзя потому что человек будет нести по улице какой-нибудь ветер особенно летом да и вообще у нас не очень хорошая не очень хорошо на улице что везде пыль курят где-нибудь что-нибудь попадет и это не гигиенично также вам понадобятся всякие вот такие вот украшалки как натуральные так и ненатуральные это вот ближе покажу это сублимированная малина клубника пахнет очень вкусно дробленый шоколад тоже то есть такой же белый и такой же со вкусом кузьмите розовый очень вкусно дополнение получается кокосовая стружка она у меня кончается очень быстро поэтому я ее беру килограммами самая ходовая ну и не стану показывать очень много всяких разных украшений сердечки кружочки всякая стружка из шоколада орехи конечно даже цельный миндаль можно использовать для упаковки в любом случае вам понадобятся различные ленты разных цветов не бои не бойтесь брать и коричневые у меня был заказ мужской в шляпной коробке и вот мне нужно было сделать такие внутри ленты между клубничками и мне пришлось делать белые красные не очень красиво смотрятся белый как-то получше а вообще на фото которые мне отправляли были коричневые ленты также я вот хожу из прайс покупаю вот такие вот штучки это прищепочки для открыток они кстати есть еще и в симолэнди в разных магазинах можно открытки тоже не бойтесь брать всякие разные много разных дизайнов чтобы были и такие вот маленькие всякие с такими прикольчиками я покупала в симолэнди они по 5 по 3 по 5 рублей какие-то 6 рублей вот они ходовые для каждому заказу предлагаю который идет на доставку особенно что добавим открыточку открыточки у меня идут заказом бесплатно я считаю это приятным человеку будет всякие вот такие с приколами есть люблю всякие прикол день рождения там поздравляю спасибо и вот все я прикрепляю вот этим прищепочками также нужны очень много разных коробок я их не достала но есть вот специальные крафтовые коробки они очень удобные и в них очень эстетично смотрится эта клубничка ну вот видели у меня наверное или страницы инстаграме или на на канале вот так же вам понадобится всякая разная упаковка для букетов но если вы собираетесь их делать потому что кто-то делает только наборы каких-то на каких-то страницах опубликованные видимо не изготавливают только букеты вот всякое разное весь надписи не такие обычно я делаю на первый слой а потом идет идет уже финишная упаковка я стараюсь брать матовую пленку она бывает разная вот она у меня двуцветная красивая нежная бывает с одним цветом кто-то просит мужские или взрослый крафт это коричневая упаковка с разным рисунком вот он мне и я не достану или просто сейчас все вам показать вам самое главное знать вот что нужно мне кажется вот у меня на столе все что лежит здесь и не меньше десяти тысяч отдана за вот это все не считаю вот даже тот же шоколад ну что вот один такой вот пакет который вам показывала там уже отсыпано конечно немножко но стоимость 2 600 если не ошибаюсь это по акции так то можно брать и есть другая фирма илька он тоже итальянский по моему шоколад тоже хороший я поначалу с ним работала его продавали на развес по 500 грамм поэтому было удобно когда только начинала сама заниматься вот этим всем поэтому поначалу вам нужно будет вложиться или предлагать людям акции всякие чтобы вот они заказывали вам взять там хватит того же 500 грамм белого шоколада 500 грамм молочного шоколада также клубнику но не забывайте врать предоплату потому что бывали такие моменты что ты уже купила клубнику у тебя последние деньги бывают такие моменты что ты идешь покупаешь приходишь домой а те пишут ой извините мы не сможем заказать у вас поэтому уберите всегда предоплату особенно да даже не важно какой букет будет за тысячу или набор или букет за пять тысяч но которые обычно заказывают более более 2 тысяч они сразу переводят тебе деньги чтобы им самим видимо может не потратить ну вот я вот сама что-нибудь заказываю я мне легче оплатить сразу чтобы я потом просто приехала забрала и ничего не должна никому но и также для спокойствия себя и человеку которого я заказываю также я понимаю что у многих людей есть сомнения потому что сейчас очень много мошенников ну это понятно я сама вот попадалась на мошенников поэтому всегда с осторожностью переводите деньги и также вот это касается интернет-магазинов особенно которые просто работают через инстаграм я стараюсь всегда находить интернет-магазины на сайтах ну у которых есть сайты мне кажется не будут на сайтах обманывать хотя может и и находите интернет-магазины по отзывам если вам интересно можете в комментарии написать я вам могу скинуть какие в каких интернах интернет-магазинах я заказываю чтобы уже быть вам уверенным что они не обманут при том что многие отправляют почтой и в ближайшие зарубежья как Беларусь и Украина Казахстан вот также вам нужно качественно продвинуть свой инстаграм вот я говорила про инстаграм вам нужно отфоткать красиво свой набор не делайте в темном помещении можете вот я стараюсь ждать утра дня утра чтобы на подоконнике отфотографировать потому что даже на том же столе с лампой у меня вот эта вот большая профессиональная лампа она все равно получается неестественно хоть как ты потом эффекты эти добавишь она неестественно а вот фоткаешь на подоконнике свет естественный попадает и оно как-то очень красиво получается это фото так же и с букетами я стараюсь на белом фоне у меня пока я здесь еще ничего не сделала у меня штора белая с другой стороны очень хорошо получается и так же ну можно вот когда прям хороший букет и мне его надо доставить рано утром а я его делаю ночью то я конечно фотку его на с помощью кольца стараюсь потом как-то отредактировать чтобы более естественное было и не темное еще кстати вам понадобятся бумажные полотенца закупите сразу ими много во-первых на них удобно работать вы поставили там где-то особенно поначалу вы будете ставить в банке клубнику шоколад будет стекать чтобы потом не оттирать это от стола это очень сложно когда он засохнет убрали полотенце и выкинули а также просушивать клубнику вот вы помыли ее просто высыпали вторым слоем положили полежала там вы ее немножко обмакнули только не сильно выжимайте клубнику чтобы из нее все соки не полились поэтому вот у меня в неделю уходила наверное вот целая пачка я в фит прайсе покупаю 4 рулона вот она у меня вся уходила а на 8 марта у меня просто наверное было более 3 пачек я честно уже не помню сколько там у меня ушло и также шпажки покупайте большими пачками если маленькие еще можно использовать несколько раз все равно снимаешь и отдает без шпажек то большие ты никак не используешь поэтому в метро продаются пачки по 1000 штук ну а если вы начинаете конечно можете купить в Галамарте или в той же в том же Ашане по 100 штук поначалу у меня они были а сейчас вот в метро по 1000 штук но они конечно не продают одну упаковку 1000 штук они продают там 8 пачек по 1000 штук ну то есть вот большими упаковками думаю ну вот мне этого достаточно на несколько месяцев часто заказывают конечно букеты потому что я акции делаю еще мне хорошие помощники это палочки для суши ролл я ими шоколад замешиваю и делаю вот эти вот всякие полоски но если вы там будете делать вензелёчки или писать то еще продаются одноразовые кондитерские мешки такие вот маленькие ну или даже через пакетик с маленьким надрезом можно писать или рисовать на клубнике так а мы остановились на инстаграм вот инстаграм вам нужно сделать качественно чтобы инстаграм продавал я начинала вот здешний аккаунт с хороших постов с хороших написанных постов у меня работал трагитолог она писала посты и ну было конечно мало людей у меня в это время еще был пост открытия пост розыгрыш а также я рекламилась пока еще была не в Тольятти вот по дороге в Тольятти с Екатеринбурга я рекламилась во всяких местных пабликах там объявления барахолка вот все я продвигаю только инстаграм ВК уже не продает авито можно выставить оно сейчас кстати у них платное объявление но не знаю на авито спрашивают но как всегда на авито всем дорого что все думают все думают что это же типа барахолки что должны быть очень низкие цены и когда узнают уже цены на вот букеты которые у меня указаны то обычно люди молчат ну я как-то не ищу именно на авито работы вот инстаграмом потом когда я уже сюда переехала я начала искать блогеров я не плачу блогерам я не понимаю кто вот платит таким блогерам у которых 10 тысяч подписчиков 20 ладно ты заплатил у которых там уже миллион это уже понятно они не будут с тобой работать за бартер я работаю только бартером у меня единственное что я платила это гиф кстати очень тоже хороший хорошая отдача была и во время этого гива и люди остались там наверное с прихода полторы тысячи отписалось человек 300 в итоге у меня сейчас на моем аккаунте 1100 с лишним человек вот и стараюсь я делать рекламу вот бартером и не только я поняла кстати что у блогеров лучше не рекламиться их не каждый смотрит ну вот даже если он подписан то из-за каких-то вот этих вот гивов не всегда человек там может просто пролистнуть те же истории я делаю рекламу у девочек которые занимаются там ногтями волосами очень хороший приход от них как раз у них большинство женщина это как правило больше вот женщины заказывают а у мужчины наверно только восьмое четырнадцатый и очень редко вот просто они могут позвонить и заказать но так же они заказывают день в день ну это у нас мужчины такие вот вот ну я вам вроде вот все такое рассказала если у вас остались какие-то вопросы вы пишите мне в комментариях я их обязательно себе выпишу отмечу и может быть второй такой вот эфир проведу уже вашим вопросам расскажу может у вас какие то такие интересные вопросы будут всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал переходите в инстаграм смотрите мои работы всем пока